Жители этого дома в Гусе Хрустальном опасаются, что могут не проснуться. Дом в буквальном смысле трещит по швам. Огромная трещина на стене продолжает расти. А как рассказывают люди, никто и не собирается предпринимать меры. Управляющая компания давно отказалась от этого строения, и люди вынуждены латать его за свой счёт. При этом тревогу бьют уже давно. Лет 18 я уже обращаюсь каждый год. Вот у меня тут ответы, отписки, можно сказать, отписки. Денег нет и ни жди не будет. Вот так. Полы у меня, значит, все, это самое, наискось, я уже боюсь. Значит, могу провалиться. Мы с женой пенсионеры, можем травму получить. У меня внуки бегают. Квартира Нины Раздуевой топится за счёт двух газовых печей, которые, по словам женщины, находятся в аварийном состоянии. Чтобы поставить современный газовый котёл, у женщины не хватает денег. Печи работают круглосуточно. Если отключить их хотя бы на несколько часов, то в квартире резко упадёт температура. И пожаров сколько было в нашем доме, приходили уже из Гургаза. Сказали, вас вообще здесь газ надо отключить. В печках вот форсунки, и они все-все завалены уже кирпичами. Тут, говорит, недолго до беды. До беды недолго. А в подъезде вообще выходить страшно. Там всё сыпется и валится тоже. Отчаявшиеся жильцы уже готовы ехать на личный приём губернатору, чтобы хоть как-то сдвинуть критическую, по словам людей, ситуацию с мёртвой точки. Мы решили узнать у местных властей, почему никто не предпринимает никаких мер и не реагирует на крики о помощи. В администрации заявили, что на место уже выходила специальная комиссия, которая не нашла каких-либо серьёзных дефектов. Правда, было это достаточно давно. Жители данного дома через управляющую компанию писали заявление, обращались в восьмом году по данному вопросу. Значит, были выявлены недочёты, которые подлежат капитальному ремонту. По фасаду были трещины, но незначительные, которые устраняются при капитальном ремонте. В принципе, заключение комиссии по капитальному ремонту было и такое было. По словам специалиста, он впервые слышит, что у дома такие серьёзные проблемы. И обещал лично проверить жалобы в ближайшее время. Если у жителей сложилось мнение, что дом может рухнуть или взлететь на воздух, то они должны написать заявление о признании жилья аварийным. По закону, в течение 30 дней на место выйдет специальная комиссия, которая и даст своё экспертное заключение.